Потому что рефакторинг — это очень важно. Многие студенты путают робот, который будет убирать мусор. Oracle бы нами гордился. Когда я написала код и показала его своему лиду с утилитным классом, его откачивали, да? Это очень плохо. Так делать вообще нельзя. Обконфигурацион. Обязательно проговаривать. Ну, в общем-то, как-то так. Всем привет, меня зовут Настя. Я очень рада видеть вас на нашем канале. Рада, что вы нас смотрите. Я очень рада снова разговаривать с вами. Кто не знает, у меня уже есть видео на нашем канале. Ссылочка будет где-то здесь или в описании. Я положила начало теме рефакторинга со своего первого видео. И теперь мы будем двигаться дальше. Потому что рефакторинг — это очень важно, как я вам рассказывала в том видео. И сегодня мы с вами продолжим тему рефакторинга, но коснемся уже фабрики. Мне безумно хотелось начать с солида, но вы в комментариях писали о том, что хотите поговорить по поводу фабрики. Вы хотели, я говорю с вами. Сегодня мы коснемся этой темы, как-то ее раскрутим, посмотрим. Не будем рисовать никакие безумные схемы, разбираться там в этой все непонятной архитектуре. Ну как, она понятная, но мы не будем это затрагивать сегодня. Сегодня я предлагаю начать с решения задачи и постепенно прийти к пониманию того, зачем вообще нам нужна фабрика, что мы можем с ней делать, в каких моментах стоит ее использовать. Потому что у многих возникают вопросы, и у меня они тоже когда-то возникали. Я всегда боялась использовать фабрику, но постепенно с опытом пришла к тому, что все-таки она нужна. Фабрика у нас относится к шаблонам проектирования. А шаблоны проектирования нам нужны для чего? Для улучшения качества кода. Давайте начнем с какой-нибудь задачки. Вот я вам придумала, что у нас есть некий робот, да. В данном случае это Вали. Что он у нас делает? Он у нас должен убирать мусор. И, соответственно, давайте мы с вами просто напишем класс робот, который будет убирать мусор, да. Есть еще одно условие. Он может разговаривать и должен сообщать, что начал работать, а затем, когда закончит, о том, что работу он закончил. Вот у нас с вами есть класс робот. Соответственно, у робота должны быть какие-то механизмы, отвечающие за уборку мусора. И какой-то механизм, который позволит ему говорить. Давайте создадим с вами в данном случае два класса. Пусть у нас один будет класс спикер, да, который у нас будет отвечать за то, чтобы наш робот умел говорить. Какой-нибудь public void speak. Ничего не будем здесь делать, да. И создадим второй класс, который у нас будет отвечать за сборку мусора. Давайте его назовем, не знаю, garbage collector пусть будет. Вот мы и написали наш первый garbage collector. Oracle бы нами гордился. И какой-нибудь у нас будет тоже public void clean, да, неважно. Тоже, собственно говоря, ничего внутри делать не будем. Да, и, соответственно, добавим два поля для нашего робота. И, соответственно, нам нужен какой-то метод. Назовем его clean. Пусть это будет масло масляное. У нас clean уже есть. Ну ладно. Начинаем мы работу со слов «пусть будет стартую». Убираем наш мусор и заканчиваем чем по условию? Мы говорим о том, что работу закончили, да. Ну, в общем-то, как-то так. Какие мы здесь видим проблемы? Кто-нибудь здесь уже видит какую-нибудь проблему, я надеюсь, да? Что здесь очевидного, да? У нас строчка 4-5, сильная связанность, да. То есть мы здесь нарушаем пятый принцип. Dependency inversion. Это очень плохо, да. Почему? Потому что если мы захотим поменять имплементацию, нам придется по итогу вскрывать код, да. Если мы захотим сделать не спикер, а, там, не знаю, simple speaker, да, или там loudspeaker, то нам придется просто ходить по 3000 классам и менять наш new speaker на new loudspeaker, понимаете, да? То есть так делать не стоит, так делать вообще нельзя. Поэтому нам нужно что-то с этим сделать. Что первое приходит на ум? Вообще первое, что всем должно приходить на ум, это перейти на интерфейсы. Так давайте это и сделаем. Давайте перейдем на интерфейсы, да. То есть теперь у нас наш gashbush-коллектор станет не классом, это будет интерфейс. Соответственно, что мы делаем? Берем тут тело. Паблик. Все же помнят, что у нас паблик по дефолту, да. Один интерфейс и второй интерфейс. Все, у нас появились интерфейсы, соответственно, теперь нам нужна имплементация, да. Все по стандарту. Создадим какой-нибудь package, пусть будет simple. Здесь создадим по две имплементации давайте, да. Пусть будет simple garbage collector. Так, он у нас должен имплементить наш garbage collector. Так, все, один есть. И создадим какую-нибудь еще имплементажку, пусть будет просто для разнообразия. Пусть будет full, не знаю. Который у нас тоже будет имплементить наш интерфейс. То же самое мы делаем со спикером, да. У нас, что я там говорила, будет loudspeaker. Пусть у нас будет loudspeaker. Implement speaker. Ну и остановимся на этом, думаю. Все, и здесь мы будем там, не знаю, просто выводить то, что ему передали, да. Вот, собственно говоря, у нас теперь есть интерфейсы, есть имплементация. Супер. Теперь у нас какой вопрос встает, да. Кто будет определять, какую имплементацию вызывать? Для этого нам нужно что-то придумать, да. То есть это может быть какой-то сервис, да. Вообще давайте, наверное, так. Давайте коснемся того вообще, как вот мы создаем объекты. Здесь мы создавали через new. И, собственно говоря, мы решили, что это плохо, да. У нас какая-то сильная связанность. Какие есть еще варианты создания объектов? Ну, наверное, reflection, да, окей. Первое, что приходит в голову. Какой-то сервис, да, возможно. Вот та же фабрика, про которую мы сегодня говорим. Возможно, какие-то аннотации, да. Ну, так, чисто по верхам, там, new. Какой-то сервис, который будет нам выдавать уже объекты. И, собственно говоря, там, reflection, да. Вот, в данном случае нам нужно, мы решили, что new – это плохо, да. Поэтому здесь мы воспользуемся фабрикой. Соответственно, нам нужна будет фабрика для спикера и для garbage-коллектора. Но что вообще такое фабрика, да? То есть может ли быть это, например, утилитный класс? Вот почему-то многие студенты путают и считают, что можно вместо фабрики использовать утилитный класс. Да, я, в принципе, была такая же, вот. Поэтому, когда я сказала своему лиду, точнее, нет, когда я написала код и показала его своему лиду с утилитным классом, его откачивали, да. Поэтому давайте подумаем, в чем разница между утилитным классом и фабрикой, и что нам здесь лучше заиспользовать. Ну, во-первых, сам по себе утилитный класс – это у нас класс со статическими методами, да. То есть, как правило, там, приватный конструктор. Ну, и, собственно говоря, и все, да. То есть методы статические, мы не можем их переопределять. Соответственно, ООП можем просто помахать ручкой. Полиморфизм – до свидания. Наследование – до свидания. А зачем мы, собственно говоря, тогда все здесь собрались? Вот. Что касается фабрики, то фабрика – это объект, да. У фабрики может быть какой-то стейт, мы можем его менять, мы можем как-то влиять на нее, можем какие-то дополнительные условия передавать для создания нашего объекта. Поэтому в нашем случае здесь фабрика подходит больше. К тому же есть еще в утилитном классе минус по тестированию, потому что, ну, непонятно, как мокать, да, этот объект, например. Поэтому нам нужно воспользоваться здесь фабрикой, чтобы она сама определяла, какой объект нам вернуть. Мы не будем сейчас писать какие-то там космические корабли, да, или там Spring Framework. Давайте вот усложним немножко задачу, и у нас будет не Speaker Factory и Garbage Collector Factory, а сделаем вот какую-то одну фабрику, не знаю, пусть назовем ее Object Factory, которая нам будет определять, да, какой объект нужно вернуть. Давайте я создам Object Factory. У нас здесь должен быть метод, который нам будет возвращать имплементацию. Сделаем его параметризированным. Пусть будет, не знаю, Create Class, не очень удачное название, но мы переживем же, да. Сюда мы будем отдавать наш интерфейс, да. Все мы помним, что у нас классы, интерфейсы, нам, и вся метадата будет храниться в классе, да. То есть интерфейс — это тоже класс. Так, и здесь мы будем что-то возвращать. Пусть у нас в данном случае будет Now. И вообще давайте, чтобы 3000 раз не создавать объект фабрики, давайте вообще сделаем ее синглтоном. Сейчас я сделаю ее быстренько синглтоном. Пусть будет так. Так, да, то есть это будет наша фабрика, мы будем к ней обращаться, дай мне такую-то имплементацию, да, то есть и она нам будет ее возвращать, в дальнейшем мы будем ее использовать, так. Для того, чтобы фабрика поняла, что ей нужно вернуть, нам нужна какая-то конфигурация, которой мы будем держать всю инфу. В данном случае просто создадим интерфейс, например, configuration. Нам этого будет вообще достаточно для того, чтобы понять смысл. Configuration. Вы тоже такие, да, вы тоже вот так проговариваете? Configuration. Configuration. И, соответственно, что здесь нам нужно? Нам нужен класс, который… метод, который нам будет возвращать имплементацию. Ну, все по старинке. Get impl, здесь мы передадим класс, так, имплементация которого нам нужна. А точнее интерфейс, ну, короче, разберемся по ходу. Окей, сделаем имплементацию этой конфигурации. Пусть это будет upconfiguration. Обязательно проговаривайте, что вы пишете, чтобы не ошибиться. Implements configuration. Здесь вообще сделаем все тривиально просто. Просто за идею, знаете ли. Сделаю здесь мапу, которая у нас будет хранить интерфейс. Так, как ключ. И класс, как значение. Пусть это будет interface to map to class, да? Interface to class. Создадим, не знаю, конструктор, который будем набивать. И здесь все тривиально просто. Нам нужно положить наш интерфейс, да? То есть, например, это garbage collector. И у него возьмем имплементацию, например, вот такую. Выберем вот эту. Понимаете, да? Когда нам захочется поменять, мы просто придем сюда и все поменяем. Мы это сделаем в одном месте. Все это будет весело, задорно, просто. Договоримся со всеми, чтобы вместо того, чтобы создавать объекты через нью, мы обращались к нашей фабрике. И будет нам всем счастье. Так, спикер и... Что у нас там? Loudspeaker, да? Вот он наш loudspeaker. Вот, смотрите, как все заиграло, да? И вернем здесь мы что, соответственно. Нам нужно будет обратиться к нашему... К нашей мапе. Ну и, соответственно, вернуть по ключу. В общем, кто, кому не нравится вот такой подход, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Всех выслушаем. На данный момент этого вообще достаточно. Теперь что? Возвращаемся к нашей фабрике, да? В фабрику мы передаем наш configuration. Да, вот здесь, конечно, обойдемся и вот таким образом. Все, мы отдали нашу конфигурацию нашей фабрике, да? Ну и здесь дальше все действия очень простые. Соответственно, если наш класс — интерфейс, значит, нам нужно что? Нам нужно... Давайте заведем здесь по красоте. Если у нас класс — это интерфейс, значит, имплементация у нас будет. Обращаемся к нашей конфигурации, да? И, соответственно, что делаем? Достаем имплементацию по нашему классу. Если нет, то возвращаем implementation, new instance, да? Создаем новый instance. Не будем париться над обработкой ошибок. Все, просто будем кидать. Давайте сделаем cast. Все. Просто ошибки — это отдельная большая тема. Пока их будем просто фровать. Возвращаемся к нашему роботу. Вообще, по-хорошему роботу тоже нужен интерфейс, да? То есть у нас должен быть интерфейс, потом имплементация. Но в данном случае для того, чтобы пощупать, что такое фабрика и понять какие-то такие прям азы, этого абсолютно достаточно. Поэтому мы не будем здесь сильно париться, да? То есть вот у нас с вами что остается? Остается спикер и остается garbage collector. Соответственно, нам здесь нужен наш конструктор, в котором мы будем обращаться к нашей фабрике и инициализировать нашего спикера. Передадим сюда. Так. И, конечно же, garbage collector. Все абсолютно то же самое. Так, это наш вот exception to method signature. Вот. Соответственно, что мы получаем, да? У нас есть фабрика, которая может определить, какую имплементацию использовать. В чем плюсы? Если нам нужно будет что-то поменять, мы будем менять это в фабрике, да? Все тривиально и просто. Надеюсь, это было полезно для вас, по крайней мере, для какого-то базового понимания, что такое фабрика, как ее использовать. Если хотите, чтобы мы дальше раскручивали тему с фабриками, то просто напишите в комменты. Мы будем это делать дальше. Спасибо большое за то, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Ваш фидбэк очень важен для нас.